Режим «Кто?» сокращение штата Курской АЭС и суд «Жанаша». Что известно о боях в Курской области? В Брянской, Курской и Белгородской областях накануне ввели режим контртеррористической операции. За ночь средства ПВО сбили 32 БПЛА, из них 26 над Курской областью и 6 над Ярославской областью. По последним данным, в больницах находится 55 пострадавших при обстрелах Курской области, в том числе 8 детей. Минобороны РФ сообщают о переброске вооруженных сил и техники в Курскую область. В ночь на 10 августа был введен режим «Кто?» в трех регионах России. Как объяснил в Рио губернатора Курской области, это связано с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Национальный антитеррористический комитет заявил, Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России. В связи с режимом «Кто?» в трех регионах предпринимаются допмеры для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и усиления защиты объектов. За последние полтора года режим «Кто?» вводился дважды. В ночь на 24 июня в Москве, Московской, Воронежской и Ростовской областях во время мятежа Чевка-Вагнер. В июне 2024 года в Дагестане, когда там проводилась операция по ликвидации боевиков. Ночью на подлете к Ярославлю силой ПВО уничтожили несколько беспилотников, которые пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет, уточнил губернатор Михаил Евраев. Опасность атаки ППЛА также была объявлена в Воронежской области. Кроме того, белорусское ПВО уничтожило несколько целей, летевших с Украины. Предположительно, это были ударные беспилотники, сообщил глава страны Александр Лукашенко.